В этом домене, в этом домене заболы, Уходит седая Мария на земле. Из Мелосибирска. Наш театр, конечно, это главный двигатель работы с мюзиклом. На небо, свободно, на небо. Ну, эту козырную карту я вытянул. Мы постоянно ставим мюзиклы, постоянно на очень хорошую литературу. Современный актуальный жанр пользуется популярностью. Уходит седая Мария. Помните, как в «Чайке» нужны новые формы? Вот мы этими новыми формами только и занимаемся. Два капитана – именно такой мюзикл. Новосибирский музыкальный театр представляет абсолютно новое прочтение одноименного романа Вениамина Каверина. Музыка и либретто разработаны с нуля. Культовый норд-ост, в основе которого этот же роман остался знаком ушедшей эпохи, первым отечественным проектом, поставленным по бродвейским стандартам. Сегодня в основе работы авторской группы непосредственно текст романа и его проблематика. Огромное количество людей, событий и локаций, что художнику не очень нравится. Поэтому, конечно, приходилось где-то наступать на горло собственной песни, где-то от чего-то отказываться. Мы старались, конечно, какие-то ключевые вещи сохранить. Главное, конечно, это человеческая история, это взаимоотношения героев и героев, которые оказались в такой сложной исторической мясорубке и попали в череду целого ряда событий, начиная от революции, заканчивая войной, которые кого-то сильно меняли, кого-то меняли не в лучшую сторону. И нужно было обладать большой силой внутренней, чтобы пережить это и остаться собой, остаться человеком. Непростая жизнь в молодой советской стране проверяет на прочность главного героя, простого парня Саню Григорьева. Ложь и разочарование, долг и любовь, предательство и смерть, честность и целеустремленность. Режиссер отправляет персонажа в своеобразный музей жизни. Чем мне нравится герой Саня? Он, проходя испытания, устойчив к ужасам жизни. Он принял эти обстоятельства жизни, и в них существует. Нет в нем энергии порицания, недовольства. Я живу как могу. Есть мечта, я двигаюсь к мечте в тех условиях, в которых я могу. Он попадает в события взрослым, в котором он проживал как ребенок. И вот эта встреча с собой, как с ребенком, меня это очень греет, что он себя сам поддерживает. Волнительно, безусловно, потому что роман, это роман моего детства. В конце 80-х, 90-х блеклое в Казахстане. Тогда времена непростые были, стояли пустые пятиэтажки. И той самой насыщенности жизни я ее добирал, конечно, в книгах, в разных приключенческих романах, ну и в частности, в Каверинском. Буду рядом, чтоб с тобой не случилось. Он выживает благодаря образу своей любимой. Постоянная борьба за любовь, борьба за справедливость, борьба за правду. Вот такой вот сайт. Ввязаешься в этот материал. Ты выходишь пока еще с листом бумаги, грубо говоря, на репетиционную площадку. И потихонечку, ножками, ножками, ножками начинаешь осваивать текст, начинаешь думать над смыслами, над перспективой этого текста. Развивать идею помогают музыкальные номера сквозного развития. По мнению композитора проекта Андрея Кротова, именно они задают темп истории и двигают драматургию. Для мюзикла должна быть музыка серьезной академической, но не классической, а в хорошем смысле академической. То есть она должна строиться на принципах академической серьезной музыки. А средства могут быть использованы и более демократичные, и более, так скажем, эстрадные. Но принципы лифтмотивности, интонационной драматургии, вот таких, может быть, сложных немножко понимать, но они должны быть серьезными. И тогда мы получаем сочетание высокого уровня классического образца и отличного демократичного настроения, ну или шоу, если хотите. Интересная музыка, быстро включающая тебя в процесс, что, мне кажется, для меня это важно. Стереотип общественного сознания в том, что мюзикл зачастую воспринимается как феерия, воплощение праздника. В нашем случае с закажущейся легкостью кроются поиски смыслов и вполне серьезные истории. Внутри каждой своя, незамаскированная драма, суть которой – показать настоящее «Я» каждого героя. Словом, «Два капитана» – это история о максимальной искренности. Кстати, артистам порой по-настоящему на сцене неудобно. Они, подобно своим героям, не знают, как поступить в этих жизненных обстоятельствах. Сцена «Болото» у нас еще во втором акте. Она такая, как сказать, она застроена по законам некого перформативного формата. То есть там есть принципы движения, но нет конкретной какой-то хореографии. Это сделано специально для того, чтобы постоянно была живость этого момента, чтобы самому артисту в этот момент в «Болоте» было дискомфортно. Хореограф предпочитает работать мазками. Концентрируется не на мелких движениях, а на том, как выглядит вся постановочная сцена эпизода. Он преследует эстетику советского плаката. Часто говоря «нет» – желанию артистов летать по площадке. Воплощает эпоху через отсутствие стремительных движений. Это решение словно подчеркивает – человеческий страх существует вне времени и пространства. Когда на пути сани появляется черный человек, в узкий дружелюбный мир его окружения вторгаются внешние общие тревоги и страхи. И в фантазии героя далекий вой собаки превращается в нападение волчьей стаи. После горя будет радость, после разлук будут встречи. Будет все прекрасно, потому что сказки, в которые мы верили, живы на земле до сих пор. И вот, вы понимаете, мы все рождены оттуда, из этих сказок. И вдруг мне перепадает злой Горыныч. Практически оттуда, если проводить параллели. И, конечно, я немножко завидую тем положительным ребятам. Это такой рок-персонаж получается в рамках идиллических сцен, каких-то романтических сцен. А и вдруг выходит на сцену зло. Вот мне оказали такую честь. И как хорошо, что этому злу уделили всего минуты три. Мюзиклы в Новосибирском музыкальном – основа репертуара театра. Артисты со всеми условностями знакомы. Чувствуют, когда нужен эмоциональный напор, а когда стоит дать зрителю воздух. Возможность определить отношение к происходящему на сцене или примерить на себя обстоятельства истории. Моя роль – это же отправная точка всего повествования сюжета. И это именно то, что запускает вот это вот колесо всех обстоятельств. Мюзикл – достаточно динамичный жанр. Если сравнивать его с той же самой оперой, то опера, она у нас более такая вот помпезно, классически поставленная. И сюжеты известные поются, поются, поются. А мюзикл – это всегда что-то новое. Это интересные истории, которые зрителя погружают. Интересно смотреть за главным героем, за тем, что с ним происходит, как он растет. К своему стыду я пришла второй раз в театр мускомедии. Заинтриговали, хочется узнать, что же будет дальше. Шикарно, если честно. Очень-очень понравилось, даже не ожидали. Мечтать, искать и не сдаваться. Я такую мотивацию всегда пытаюсь из чего-то подчеркнуть, из фильмов, которые я смотрю, из книг, из музыки, которую я слушаю. Поэтому вот это вот рвение главного героя, его сила воли, его такая любовь к миру, его влюбленность в этот мир – это вот то, что меня цепляет очень сильно. Мне кажется, что простые человеческие истины – это в первую очередь то высокое, что должно привлекать зрителя. Должно привлекать само искусство, предмет искусства. Его отображение в современном языке имеет хорошую литературу. Понимаете, литература, которая несет зрителя не просто развлекательный какой-то аспект, а очень важный содержательный, идейный, мировоззренческий аспект. И это уже не какая-то дешевая оперетка, которую многие так, знаете, свысока оценивают. Это очень глубокое художественное и музыкальное произведение. Жанр привлекает в театр молодую аудиторию и каждого подкупает своей драматургической точностью, успех которой напрямую зависит от качества первоисточника. Роман Вениамина Каверина «Два капитана» позволяет труппе рассказать честную, добрую историю о дружбе, любви и преданности своему делу. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Супер слова, с ними все сказано, тут не надо расшифровывать, тут все понятно. Спасибо.